Ицик Кипнис. Зайка, траву поедайка и его семья. В одном лесу жил заяц со своей женой, зайчихой, и детками-зайчатами. Жили они в большой нужде. Частенько зайцы лакомились травой, обыкновенной зелёной травой. Хоть свежая хрустящая капуста и морковка были им больше по душе. Потому бедняга-заяц и заработал себе прозвище «Зайка-траву поедайка». И даже его детей в лесу называли не иначе, как «Зайчики-траву поедайчики». Вдруг случилась такая история, которая изменила жизнь зайчьего семейства. В одно холодное осеннее утро зайчиха жаловалась зайцу. «Ой, все звери уже давным-давно утеплили свои жилища на зиму», — говорила она. «И только у нас в доме дует из всех углов, у деток от холода зуб на зуб не попадает». «Ну, ну, хватит», — успокоила её зайка, — «траву поедай-ка». «Сегодня же наш дом станет не хуже всех других. Ты свари-ка хороший обед, а я начну чинить крышу и заделаю дыру в стене». «Где ты возьмёшь такую большую доску?» — спрашивает зайчиха. «Подумаешь, доска. Нужна всего-то дощечка». «Одну подходящую я уже приметил у огорода, где мы берём капусту для праздника. Не беспокойся, всё будет хорошо». Заяц и старший зайчонок украдкой пробрались к огороду. Ну и натерпелись они страху. Что и говорить, то вдруг пробежит кто-то по лесу, то ветка хрустнет, а то деревья от ветра зашумят. Но папа-заяц, когда говорил, он знал, что говорил. Действительно, на огороде у самого забора лежала доска. Недолго думая, зайцы притащили доску и ещё засветло забили дыру в стене. Потом вся зайчья семья, отступив на несколько шагов, любовались новой заплатой. И только тогда заяц папа увидел, что на доске нарисован большой сапог. Первую минуту он огорчился. Почему он этого сразу не заметил, тогда бы он прибил доску так, чтобы сапога не было видно? Но потом сказал детям с великой беззаботностью. Ха! Так ещё лучше! Пусть в лесу знают, что зайка, траву поедайка, украсил свой дом картинами. Только теперь он почувствовал, как он устал. Зайчиха подала ему горячих щей с капустой. Пальчики оближешь. — Спасибо тебе, дорогая, за чудесный обед! — сказал он и прилёг отдохнуть. — И тебе спасибо за труд! — ответила зайчиха. Такого тёплого жилья, как наше, теперь не сыщешь в лесу. И она укрыла зайца и наказала детям, чтобы было тихо. Папа спит. Но вдруг раздался стук в дверь. Раз и другой. Зайчиха сунула лапки в комнатные туфли и пошла на цыпочках к двери. — Кто там? — спросила она тихо. — Это я, младший сын старой медведицы. — Что тебе надо? — спросила зайчиха не без страха. — Мне нужно к сапожнику. У зайчихи отлегло от сердца. Она выглянула из дверей и ответила с милой улыбкой. — Ты ошибаешься. Здесь живём мы, простые зайцы. — Не может быть, — сказал медвежонок. — Вот уже три дня и три ночи, как я ищу дом с вывеской, где нарисован сапог. Там должен быть сапожник. Пусть он починит мой левый башмак. За это мама пришлёт вам горшок меду. — Да, ну где ты видел такую вывеску? — А это что? — сказал медвежонок. Зайчиха хотела объяснить медвежонку, в чём дело. Но в эту минуту около дома опустился длинноногий журавль. — Где там сапожник? Я хочу, чтобы он сшил мне непромокаемые сапожки. Пусть сделает их хорошо. И в рыбе недостатка у него не будет. Даже лягушек не пожалею. Только хотела зайчиха возразить, как пришёл горностай. — Хозяйка, — сказал он, — пусть твой муж сошьёт мне такие башмаки, чтобы они не оставляли следов на свежем снегу. Только живо, потому что зима на носу. К этому времени вышел сам заяц и увидел, что возле его дома собралась толпа. — Сапожника нам! Сапожника! Тогда он почесал лапкой за ухом и довольно твёрдо произнёс. — Уважаемые звери и птицы! Что правда, то правда. Когда-то мои предки имели кое-какое отношение к сапожному делу. Я сам к этому имею некоторые наклонности. Но... В чём дело? Скажи скорей! Нужны инструменты. Принесли инструменты. И зайка, траву поедайка, взялся за дело. Скоро по лесу был дан приказ, чтобы звери не смели обижать зайца сапожника. Теперь, когда приходит осень, у зайца много работы. Ему помогают жена и дети, а дом их полная чаша. Иногда в тёмную осеннюю ночь к ним зайдёт погреться старый медведь. Зайчиха угощает его горячими капустными щами, а на дворе воет ветер, а в доме тепло-тепло. Медведь почёсывает осапожный верстак лохматую спину и дремлет. А зайчиха пристраивается против него с работой в лапках и рассказывает ему чуть ли не в сотый раз историю с сапожной вывеской. Историю о том, как заяц обеспечил детей и детей своих детей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok